Посещение круглого стола «Куда уходит лес» позволило узнать от компетентных сотрудников лесного хозяйства информацию и для размышлений, и для эмоциональных всплесков. Согласитесь, тема уничтожения лесов в постпожарный период для многих ассоциировалась прежде всего с деятельностью черных лесорубов, увеличением количества пилорам и невидимых каждому результатов деятельности правоохранительной системы. Предлагаем вашему вниманию выдержки из выступлений участников круглого стола «Куда уходит лес». Работая над сюжетом, хотелось вызвать непраздный интерес к теме и не повод для критики тех, кто был откровенен в высказываниях. В июле 2010 года мы смогли объединиться и поэтому не сгорели. Сегодня ситуация не проще. Спастись поодиночке могут лишь те, у кого особняки на берегах дальних морей. Чего искать вину? Виноваты, будем говорить, от и до. В первую очередь контроль в Иксовской районе лесничества. До того уже доработали, что они в лес практически сами-то не ходят. Производство отвода, горельника в руку, отбой визиров, постановка столбов. В принципе, это все давно упрощенно. Это уже на откуп самих заготовителей. И около этой темы, незаконной вырубки, очень много всяких слухов входит. И администрация такая плохая-сякая, они что-то не делают. И правоохранительные органы задействованы, и они там, уж извините, крышуют. И эти там что-то делают, и эти. И мы прочитывали о том, что чем шире мы эту тему будем обсуждать, тем больше шансов у нас того, чтобы, во-первых, развеять слухи, а во-вторых, найти выход из этой ситуации. Смотрим, в 1972 году сгорел лес. В 1973 произведено было лесустройство. Все живые клочки были обозначены. Их нельзя было трогать. Только в случае усыхания от вторичных вредителей. Можем было их потом рубить, сплошные санитарные грудки, после обследования лес потом. В этом же у нас пожар в 10-м прошел. Никакого все не проведено. Лесничество нигде не обозначило ничего. Запускают туда заготовителей. Что, чего там рубит, что рубит. Есть одна организация, она так и называется, Центр независимых экспертиз ООО в Нижнем Новгороде. Там очень грамотные специалисты. Заведующий лабораторией, доктор, кандидат биологических наук. Они тоже имеют такой вот аттестат. И они именно специализируются на независимых экспертизах. Вот катастрофа, высунутких лесов. А что делать? Вот мы, Россельхознадор, единственное, машинную помощь даем ничего. Проверки делаем. Заставляем обследовать. Бор образцов производных. Хотя в наш обязанности ведь не только это ходит. Там от мяса до помидоров. И зерно, и почвенными, и мотоды. Все, отбираем это все. Возьмем ноги. И проверить очень сложно. Пилорамы нас не пускают. 299-4-й пресловутый закон, который 3 года только спустя мы можем проверить. Плановые проверки. Сейчас включить даже плановую проверку. Я могу только на 13 год. Которые пилорамы в 2009 году поставлены. А они-то все поставлены после пожара. Мы их не касаемся проверки. У вас есть предложение по методике, по объектам, которые необходимо проверить. Высказывайте, обсудим, проверим. Возможность прокуратуры не ограничена 214-м законом. Это единственный надзорный орган в стране, которому предоставлены широкие полномочия для защиты прав и интересов граждан и государственных интересов. А леса, это у нас, и экология в первую очередь, это государственные интересы, это интересы граждан, проживающих на территории Российской Федерации, на территориях открытого образования. Везут уже год сырой лес, уже никто не видит. Он семена бы дал. Все видят, все видят прекрасно. О чем мы говорим сейчас? О чем мы говорим? Если, допустим, транспортироваться к лесу, мы будем всегда остановить проверку. Есть ли у них фитосанитарный сертификат или нет? Это уже будет основанием к тому, чтобы проводить проверку в дальнейшем, откуда он везет. И тем более, там на 90 дней можно закрывать боль лесопилку. То есть, вот в моем предложении, наверное, существует. То есть, может быть, какой-то координационный центр создать. Хочу создавать какую-то новую комиссию. У нас есть рабочая группа при прокуроре города. Формат рабочей группы практически неограничен. То есть, круг участников может увеличиться соответствующим образом. Килорамы мы сейчас, 200 килорам, только в Иршинском районе. Около 100 Кулебарских, Навашинских, там 40, Возниченских, которые, вот я, если это, ну, будем говорить, приходится съездить, видеть. Как мы их закроем? О чем говорить? Вот резко, как их закрыть? Людей сколько? Как чего? Ну, надо закрыть. Живой лес, как агрофирма Рубила в 10-м году, она ее рубит сейчас, и рубила вчера, и она все время. У нас проект, мы там в нафиг будем. Почему не прекратили рубить живой лес? Пускай ты уже березу в мяре там. Рубили ее и в 10-м, и в 11-м, и сейчас там так, да, вот. Всех надо было нагорели и бросать. Будем проверять, во-первых, лесные насаждения, проводить обследования, те, которые находятся в аренде, те, которые не находятся в аренде. По результатам, возможно, как-то инициируем через прокуратуру области обращения к правительству, к областному, для того, чтобы пересмотреть свою политику в сфере лесопользования. В лес нельзя пускать сегодня любого встречного, кто захотел просто заниматься этим бизнесом. Я могу быть не прав, но там должны работать ответственные, скажем так, больше организации, потому что вот там должны работать лесхоз, там, я не знаю, там, в их селез, крупные производственные предприятия, с наличием лесников, там, и так далее, и так далее. Пообсуждая вот эту тему, мы к ней приступили, как он уже сказал, давным-давно, да, то есть выждали, как бы, 11-й год, когда были заявления, что это пройдет, то есть можно вырубить то, что необходимо вырубить, пока это имеет товарный вид. А потом, когда уже начиная с 12-го года, когда мы поняли, что это уже давно вышло за рамки, так скажем, цивилизованного и понимания, уже приступили к этой ситуации давно. Кроме запрета на вырубки, собственно, ничего нам не приходит, или какое-то, значит, ограничение вырубок и сосредоточение на посадке деревьев. Одними репрессивными мерами вопрос, проблемы, не сменяют проблемы гораздо глубже. Я полагаю, что нужно ряд организационных мер. Точно так же, как говорили лесники, то есть запустили вопрос в принципе, скажем так, глобальный в целом, и власть, наверное, скорее всего. И на сегодня призываю к диалогу, соберите предпринимателей, соберите людей, которые занимаются этим пиларамом. И у них есть вопросы, которые они озвучили. Любой разумный человек, который, скажем так, входит в какое-то производство, прежде чем начать производство, он должен понимать, куда он будет девать отходы этого производства. То, что вы предоставили площадку свою территориальную, которая на берегу пруда находится, и там сегодня, запустив туда производство, там сколько, 5 пиларам или 3 пиларам, и все отходы, значит, складируются прямо на берегу пруда, ну вот это, вот надо подумать. Столько пиларам, многие пиларамы расположены внутри лесов, то есть они даже не появляются в городе, то есть они вывезли, там же все это переработали и продали, значит, распилили, продали. То есть приезжают туда машины со всей России, мы это тоже видим, значит, и с Южных республик, те, кто нуждается, Казахстан, там прочее, прочее. Все вывозят, и никто это, вряд ли кто-то это сможет проконтролировать. Уже нет необходимости такого большого количества, 200 пиларам, находиться в этой, скажем так, отрасли. Уходите, пожалуйста. И нормальные люди, нормальные предприниматели должны быть, минимум 5 человек из них должны сказать, слушайте, я работал в этой отрасли, давайте мы откроем вот эти заводы по производству пилетов. Мы знаем, какие там сегодня, сколько там отходов. Вот мы на этот диалог тоже, нам приятно, что сегодня в сновиде предпринимателей откликнулся, нам приятно, что у нас площадку запросили на лесзаводика. 20-25% только горельников мы маленьких убрали, так скажем. Огромный запас, остался диверсин сухой, вот, и угроза огромная, громадная угроза, что это может вспыхнуть опять-то, сгореться. И предложение такое, у нас до сих пор в Иксе нет ПХС. Во всех районах, в Рубне, в Городе, в Семенове, в Ковернино, даже в Кулебаках создали пожарно-химические станции. У нас до сих пор нет страны, почему это. Ну, как расшифруют, это что такое? Пожарно-химические станции. А они что из себя представляют? Там мощная техника, 3-4 бутозера, 5-6 пожарных машин, там, срежения. То есть, напор техники? Да, это не от района, это от областной, все обеспечивают они. Было с чем они с этим нецелесообразны, концентрировать все в одном месте. То есть, ПХС третьего типа обеспечивает крушение югообласти. Вот, и наличие двух, вот в соседних районах, ПХС третьего типа, конечно, для вас было бы это очень хорошо, но это невозможно, не существует. Почему? В городе сбор, Семен, они же соседи, в Киеве, в Киеве, в Киеве. Значит, подклики десятого года, то есть, те деревья, которые ослаблены, они сейчас действительно отмирают. И мы с этим, наверное, вряд ли что-то сможем поделать. И они ведь каждый дерево заражают. Они яички везде раскладывают, на каждое живое дерево, не только на ослабленное. Потому что их слишком много развелось в горении. Но некоторые деревья, благодаря своей живности, смолы, они противостоят этому. Но благодаря сухих лет, десятого, одиннадцатого, и в этом году оно, лет неправильное, да, вот, они, конечно, деревья ослаблены. И правильно Ермаков Алексеев сказал, это идет катастрофа выксунутких лесов. Ну, мы тоже, как бы, вот, свои, значит, исследования делаем, значит, со стороны экологов, советуем специалистами. Абсолютно правильно сказано, что, действительно, жучок ест деревья, да, но ест ослабленные деревья, это тоже правильно. И то, что, вот, господин Ермаков сказал, что надо оставлять живые участки деревьев, не пускать все под сплошную вырубку, это абсолютно правильно. Потому что природа мудрее нас, она разберется и сохранит те деревья, которых иммунная система еще, как бы, может противостоять жучкам. Обрабатывать надо, но, наверное, можно подумать о том, в результате обработки, это же сверху, да, Владимир Владимирович, обработка? Ну, я вам отвечу. Что будет, значит, что еще мы жучков уничтожим, а что мы можем уничтожить заодно с жучками? Это тоже, как бы, важный вопрос. На вопрос председателя общественного совета по экологии Николая Зайцева мы услышали ответ чуть позже, в процессе подготовки нашего следующего сюжета о карантинной ситуации, которая в наших лесах объявлена с 2004 года. После пожара 1972 года, ну, когда был Советский Союз, соответственно, там вся страна помогала, значит, быстро вырубили горельники и проводились мероприятия по обработке этих лесов, оставшихся, в том числе авиационным путем определенными препаратами. В то время проводилось. Сейчас, увы, ничего такого не происходит. Ну, видимо, настала нужда, поскольку идет массовое усыхание древостоя, в том числе и от вредителей древесины, стволовых вредителей, видимо, есть нужда, необходимость обработки. Ну, ведь вы знаете наш обыватель, обыватель он какой? Наш обыватель, там, экологи, типа Зайцева Николая Викторовича, они встанут на дыбе, не понимая того, что обработка нужна. Все же мы проводим обработку картофеля от колорадского жука, на полях, в той же агрофире металлург, то же самое борются. Сельхозпредприятия проводят обработку малой авиации, то есть сейчас столько препаратов, которые не переносят вреда растениям и животным, что, в принципе, можно, ну, естественно, есть закон об обращении с пестицидами и прочее, на уровне этого закона. Я считаю, что надо проводить такие мероприятия, иначе мы будем все больше и больше видеть расселение этих вредителей. Для тех, кого проблемы в Иксунских лесах вызывают непраздный, нехидный интерес, мы обязательно будем знакомить и с трудностями, и, надеюсь, с успешным преодолением задач, которые судьбой поставлены перед нами в горящее лето 2010 года. Субтитры создавал DimaTorzok